Ровно сутки прошли с выхода iOS 16.1.2, видео про которое у нас есть на канале, и компания Apple выпускает iOS 16.2 Beta 4. Что это такая за версия, сегодня обсудим, меня зовут Максим, вы на канале Demons Lounge, поехали! Итак, очевидно, что это четвертая бета, и чего-то супер экстраординарного от нее ждать не стоит, тем не менее, весит она 400-600 МБ в зависимости от вашего устройства, если с прошлой бетки обновляетесь. Также вышли и другие версии операционных систем, macOS, watchOS, tvOS, как обычно, в общем, ну, естественно, в виде бета. И пока мы не начали углубляться во все эти бета-версии, я напоминаю, что если вам такие ролики нравятся в самый быстрый в российском сегменте YouTube по поводу бета-версий, по поводу релизных версий, поставьте ролику большой палец вверх, это очень помогает продвижению видео и развитию канала, и также, пожалуйста, подписывайтесь вот там внизу, жмите на колокол, естественно, мне это очень будет приятно и тоже поможет в развитии. Но мы же вернемся с вами к бете, если мы посмотрим релиз ноутсы, то там всего одно изменение, а именно то, что поправили баг с перетаскиванием на внешнем дисплее в iPadOS, если мы используем вот этот вот Stage Manager. До сих пор Apple не может допилить его до нормального какого-то удоваримого вида, но надеюсь, что к релизу у них получится. Кстати, о релизе, да, я же не просто так написал название, что скоро релиз, напоминаю, что релиз должен случиться у нас в середине декабря, это по заверению достаточно авторитетных инсайдеров, ну и очевидно, конечно же, что он должен случиться до праздника. Поэтому, собственно, две даты на ваш выбор, 12 или 19 декабря. Почему эти даты? Потому что релизы чаще всего выходят по понедельникам, вот в таких больших операционных системах, поэтому мы должны еще с вами увидеть одну бету или сразу RC, а потом уже будет релиз. Ну, собственно, вы в комментах можете внизу написать, какую дату выбрали бы вы и почему, я с удовольствием почитаю, с вами подискутирую. По работе самой системы я всегда честен со своей аудиторией, и я вам скажу честно, я ее еще не поставил, тем не менее, я уверен, что на iPhone 14 Pro все будет работать точно так же, как и на прошлой бетке. Почему я ее не поставил? Потому что я до сих пор тестирую автономность iOS 16.1.2, и вот как только я ее оттестирую, выложу ее для вас и сразу обновляюсь на новую бету, и завтра буду ее тоже тестировать, поэтому завтра вечером или послезавтра утром залетайте в телеграм-канал, ссылочка внизу в описании, не забывайте, во-первых, подписываться, потому что я туда прям постоянно постчу актуальную свою временную информацию, а во-вторых, там, собственно, будет этот тест батареи. Но по поводу производительности я посмотрел, кто что пишет, нашел, как обычно, я для вас прикрепляю эти тесты, и по тестам даже какой-то прирост есть, это тестируется, если что, на устройстве с A14, то есть, скорее всего, это iPhone 12. Конечно, верить этому приросту или нет, я не знаю, там всего лишь несколько десятков баллов, но обычно там плюс, минус 2, 3, 4, а здесь там прям плюс 30, ну, более-менее ощутимо. Если мы говорим с вами о том, стоит ли это ставить, вот прям моя стандартная мантра, если сейчас что-то не так, ставьте, если вы уже на бете, ну, в принципе, можете поставить, если у вас все сейчас суперидеально работает, а вы на бете, ну, тогда не ставьте, зачем себе портить, но глобально ничего нового нет. Может быть, там еще что-то в коде системы раскопают, найдут в течение, там, сегодня, завтра, послезавтра, если что, я, опять же, тогда в телегу сообщу, но я не думаю, все-таки уже четвертая бета, релиз в середине декабря, каждая прошлая бета содержала что-то новое, и на самом-то деле в 16.2, хоть она не супермасштабная и объемная, но новшество тоже определенное есть, конечно же, ближе к релизу, когда выйдет уже релиз, мы с вами об этом в отдельном ролике поговорим, но пока, если есть косяки, попробуйте, если нет, да и хрен бы с ним. Вот такое вот сегодня минорное обновление, и ролик, соответственно, тоже поэтому небольшой, если он понравился, как я говорил, поставьте большой палец вверх, мне это будет очень приятно, там внизу подписывайтесь на канал, жмите на колокол, ничего классного, интересного не пропустите, и не забывайте про вот эти два видео, специально подобранные для вас на алгоритме YouTube, зацените, если не видели сюда, конечно, чтобы, собственно, подписаться на канал, а с вами был Максим, спасибо большое за просмотр, пока! Субтитры сделал DimaTorzok